Сегодня в Карачаевске у здания администрации был торжественно открыт памятник первому профессиональному карачаевскому поэту-певцу, основоположнику и автору знаменитой песни Менгитау Исмаилу Семенову. На мероприятии присутствовали родственники, а также почитатели искусства знаменитого писателя. Его вклад в развитие культуры карачаево-балкарского народа невозможно переоценить. Подробнее в репортаже Карчибиджиева. День начинается с рассвета. Кубань с Эльбруса, а новая крылатая песня с Исмаила Семенова. Эти строки говорят о многом. Речь идет про прекрасного поэта-основоположника и классика карачаево-балкарской литературы. В памятный и знаменательный день для всего карачаевского народа на центральной площади Карачаевска по инициативе рода Семеновых был открыт памятник выдающимся, знаменитому, талантливому поэту всего Кавказа Исмаилу Семенову. Автору гимна карачаево-балкарского народа Минни Тау. Дата открытия памятника выбрана не случайно. Исмаил Семенов сам был депортацией. Пережив невзгоды, он вернулся на историческую родину со своим народом, которого так сильно любил. Это творчество долгие годы поддерживало земляков, укрепляя их мужество и любовь к родине. Он автор множества различных поэм, но самая главная, самая любимая песня всеми народами Кавказа, особенно в Карачаево-Черкесии, у карачаевцев, это, конечно же, Минни Тау, Эльбрус. Вот он автор этой песни. И, конечно же, какие бы ему памятники не ставили, это наш долг, знать и увековечить его память, таких людей. Но какой бы памятник мы не ставили бы, тот памятник, который он поставил нашей культуре, кавказской культуре, одной своей песней мы не сможем отплатить ему этот долг. Стоит отметить мастерство скульптора, создавшего данный шедевр. Это народный художник Карачаева-Черкесии Магомед Хабичев, талант которого смог выразить всю силу и характер Джерчи Исмаила в этом памятнике. Слово «Джерчи» певец было дано Исмаилу Семенову неспроста, ведь его произведения, стрелой вонзаясь сердца людей, оставались в нем согревая душу. Он полюбился тем, что каждая прочтенная строка была как кислород. Каждый, кто слышал произведения Джерчи Исмаила, с легкостью влюблялся в них. Его творческое особое место занимало сказочная природа Рапногор, которая вдохновляла нашего талантливого земляка на создание великих произведений. Его творческие работы являются влацами мастерства слова, создания, проявления любви к родине и ко всему прекрасному. Своё завещание потомкам талантливый поэт Исмаил Семенов изложил в стихах. «Пришедшие и те, кто вслед спешат, храните и лелейте наш язык, как сад. Слова спешите в строй свой возвращать, народу нашему он будет адвокат». Харча Биджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск.